Итак, счёт 1-0. Второй раунд. Ну, уважаемые телезрители, вы должны понять, что эта команда впервые переступила, как я уже сказал, порог элитарного клуба. Они ещё не понимают всех моих ужимок и прыжков, и тяжело им, конечно. Зеро. Кстати, меня тоже страхует, да? Так, то есть, кто бы не потерпел поражение, он получает отростно-страховое возмещение. В конверте. Что в конверте, я ещё до сих пор не знаю. Итак, интеллектуальное казино против знатоков. Господин Крупье. Сейчас я выйду. Кто со мной хотел поговорить? Я, если можно. Пожалуйста. Господин Крупье, а можно повторить предыдущий опыт в прошлой игре? Я застраховал команду от несправедливости Крупье. Я бы хотел на этот раз застраховать обе команды. Пожалуйста. От несправедливости Крупье? Да. Я разрешаю. А у меня к вам ещё один вопрос. А арбитром предлагаю быть Андрею Козлову. Он в прошлый раз... Так, итак, у нас самая большая ставка 6 тысяч. Смотрите, как приятно сидеть между двух дам. Мы специально сделали такой ход. Он не поможет. 6 тысяч. Мы играем на 6 тысяч рублей. И начинаем раунд зеро. Господа, идею этого вопроса мне дала телезрительница Бакакина из Пятигорска. Речь пойдёт о художнике Ренуаре. Господин Крупье. Вы не дадите мне когда-нибудь... Раз уж даже вы воспользовались вопросом телезрителя, я хочу, чтобы в случае вашего выигрыша выиграл телезритель и ставку увеличивает Бенбанку два раза. А если бы мой был вопрос, вы бы не увеличили. Хорошо. Итак, на канал у нас 12 тысяч. И я повторяю, что речь идёт о Ренуаре. Смотрите, какие изящные женщины около меня. Я вообще недолюбливаю толстых. Там в том числе не очень хорошо отношусь к полным женщинам Ренуара. Другое дело пейзажи. Из трёх с половиной тысяч работ Ренуара, более половины это пейзажи. Один из пейзажей, внимание, Ренуар назвал прачечная. Прачечная. Хотя, я смею вас уверить, никакой прачечной на холсте нет. Более того, я точно знаю, что этот пейзаж Ренуар писал с натуры. Внимание, вопрос. А где ж была прачечная, господа? Время. Тише, тише, тише. А может быть он стоял-то не спиной? Или просто не спиной? Не мог бы ему стояли спиной. Не знаю, он прачечная по-французски с натуры, но не знал, что это такое. Прачечная по-французски. Прачечная, моют где? Так, моют. Реки, озёра что? Стирают. Так. Женщины. Моющие одежды. В принципе, да. Может быть, такой вариант. Прачечная это помещение, с которым вы находились. Он написал с натуры. Правильно, вот через окошко, пожалуйста. Из окна помещение, через окошко. Кто не помнит? Это акварент, но есть ищет. Возможно, это просто какой-то продаём, где... Николай подсказывает, скажем, это берег реки, где женщины болтают. Бильё. Да, да, да. Да, мам, хорошо. Хорошо. Или ещё такое, какое-нибудь животное, не завидно полосковое, да? Тоже какое-то другое. Может, на женщине на самом деле что-то нарисовано? Про женщин не упоминалось. Это пизод, да? Да, он с нашим весь аналог, это не было. Может быть, это ещё как-то, да? Может быть, спиной полной женщины перекрыты, что-то. Зайк, за ней. Закончили обсуждение. Кто отвечает? Кто отвечает? Давайте я попробую. Я повторяю вопрос. Кулина. Где была прачечная, Виталий Кириллов? Отвечайте. Предположим... Тихо, тихо. Борщевский всё время подсказывает. Где была прачечная? Предположим, писал он этот свой пейзаж, именно находясь в прачечной. Скажем, наблюдая пейзаж через окно. Ну, не понял. Я не понимаю. Уточните. Вокруг него... Вокруг него была прачечная. Он смотрел в окно и видел свой пейзаж. Именно так. И там он его писал, да? Нет, но писал он всё-таки внутри. Внутри. Прачечной. А зачем же он так назвал? Ну, зачем пейзаж называть прачечной? Тишина. От этого всё зависит сейчас. Раз. Два. Трудно искать побуждение мастера. В этом и был мой вопрос. И у вас в обсуждении был точный ответ. Если я сейчас скажу, кто бросил эту реплику, то вы ещё успеете исправить свой ответ. Поэтому я сейчас говорить об этом не буду. Ваш ответ принят. И он близок к правильному. И он близок к правильному. Я могу дополнить? Вопрос в том, где была прачечная. Я могу дополнить, попробуй. Не надо дополнять. Дело очень простое. Вот Павел Нарчук ещё в начале обсуждения бросил такую реплику. Может, он стоял спиной прачечной? И действительно, позднее Ренуар писал, что я назвал этот пейзаж прачечной по одной причине. Чтобы я не забыл место, где я его писал. Прачечная была у меня за спиной. Он стоял спиной прачечной. Если нет возражений, а я их ожидал, тогда 2-0. И я надеюсь, вы будете менять уже команду. 2-0.